еще раз доброе утро всем гостям всем единомышленникам германии 8 часов москве 10 в других регионах чуть позже или чуть раньше и сегодняшняя такая вступительная песня дискотека авария небом одна из до песен которые давно давно мне уже очень нравится было время даже очень часто слушал и вот включая нашим включе движения а ему бунту которая вот сейчас уже скоро четыре дня да и будут ровно три месяца порой кажется да после общения кажется что это на самом деле какая-то другая планета как будто мы вот от того что происходит здесь на земле на самом деле да именно вокруг нас где мы видим как будто мы вот как-то раз объединили от 1 не отделились да получается русском отделились и создали свой какой-то кукон такой свое такое защитное такое пространство где мы находимся в друг другу где мы дарим друг другу подарки где мы радуемся развиваемся посещаем тренинги посещаем школы и я неоднократно сейчас на неделе когда общались с командами слыхал да вот именно такое вот такую аналогию да это что-то вообще как будто как будто что-то вот что-то не земное что тут создается с нами вместе всеми да и я вспомнил эту песню да она очень четко мне кажется да вот какие-то моменты из этой песни да там про любовные отношения но все есть любовь дорогие друзья да все есть любовь она многогранная и мы-то продвигаясь именно по нашим доскам изобилия общаясь с нашими единомышленниками решая те или иные задачи которые проявляются у нас да в пути в процессе пути где нам нужно где-то иметь терпение где-то нужно какую-то мудрость проявить да это тоже с моей точки это проявление определенной формулы любви любви именно к сообществу к нам всем да и очень здорово что мы имеем возможность встречаться обмениваться опытом радостью и радоваться и за других да у нас очень много легенд опять было на этой неделе до в разных ветках очень много клиент которые получили свои подарочки на разных уровнях то по разным доскам что за доски сейчас наверно кто-то спросит если он сегодня впервые с нами сейчас мы вам это объясним да какие-то доски есть и где мы получаем какие подарочки и что за этим стоит вообще да что за идея что за ценность почему это не бизнес почему это может быть даже ничего подобного вы еще и не видели ранее если вы сегодня впервые досмотрите эту запись или в прямом эфире находит с нами и мы включаем каждую субботу стараемся подобрать какую-то песенку какой-то посыл дать этим чтобы включить процесс такой чувствительности к нашему движению так как оно особое так как она в этой форме уникальное на самом деле а кто эту особенность создает кто эту уникальность создает люди уникальные каждый для себя на каждый из нас это единственная эксимпляр единственный эксимпляр по всей на всей во всей вселенной который проявляет себя свой путь свое предназначение может быть да и на этом столь важном пути вселенной каждого из нас прикоснулась от движения а ему бунту каждого из нас кто с нами и в той или иной форме мы объединились объединились как минимум общим путем и объединяемся дальше находим общие ценности и стараемся этими ценностями жить стараемся возвращаться к ним если где-то там до сбила какие-то моменты были да где ну вроде бы все мы же люди да и имеем право делать ошибки или имеем право возвращаться назад как на какой-то путь где нам хорошо где нам комфортно где мы можем взлететь высоко и взглянуть немножко вот так свыше перспективы на все что происходит на адлер перспективы на немецком говорится это на русском орловая перспектива наверно да где мы поднялись и где мы можем может пока мы находимся вот именно перспективы где смотрим просто вперед какой-то момент не видеть или не не дать ему правильное или то стоящее значение но взлетев немного посмотрев это в ситуацию свыше увидев может быть какие-то моменты которые сразу не были ясны если мы просто смотрим вперед особенно в сегодняшнее время так где кажется что очень много людей вообще в шоу расходят не то что вперед они не смотрят они по сторонам не смотрят да и вот только вот все сказали ни шага лево ни шага направо делаешь только что сказали тебе и не вздумай самостоятельно что-то размышлять или идти там своим целям идти там своим мечтам находить себе единомышленников которые помогают тебе в этом да вот в такой системе нас воспитали очень долгие десятилетия столетия тысячелетия да но сейчас именно вот в это время который мы проживаем сегодняшние дни 5 ноября 2022 года это какой-то ну не знаю не хочу сказать сказочное время да потому что и здесь может каждый понять как-то ой своя ассоциация этого понимания но она особое время это время огромнейших перемен это время очень до очень ярких ярких яркой полярности где и с одной стороны пытаются держать человека скажем так на низах да на очень низких так называемых вибрация наше самочувствие наше желание жить наше желание творить наше желание любить наше желание объединяться наше желание именно создать из своей жизни то тот путь или то то движение до которые отдаст вдохновлением про продвигать эту идею может быть не только самому себе а еще следующим поколением то есть чтобы к этому стремиться нужно во первых ну снять шоры до снять шоры и посмотреть так кто же вокруг меня еще есть да кто может быть тоже стремится к каким-то благим целям до или хочет быть полезным сообществу достигнуть для себя каких-то результатов подняться именно вот эту адлер перспективу эту орловую перспективу увидеть а что вообще происходит кто может быть может быть не совсем рядом но может быть где то надо вот пойти там до шаг направо шаг налево шаг еще раз два направо и я увижу как раз огромное сообщество единомышленников где я могу присоединиться где я могу найти новых друзей новых друзей друзья настолько важно столько важно себя окружать людьми которые где-то похоже имеют там цели до или по крайней мере мы видим что с ними нам комфортно что они нам помогают чувствовать себя хорошо чувствовать себя уверенно и в этой полярности которую мы живем где с одной стороны пытаются нас держать в депрессии в страхе да вот в это замечательное высоком магическое на мой взгляд даже время которое мы сейчас проживаем да это так ценно иметь вот это окружение вокруг себя это так ценно наслаждаться каждый раз по новому обучением какими-то новыми знаниями какой-то вроде бы ты слыхал эту тему уже вроде бы ты уже изучал может быть даже где-то но слушаешь теперь человека который выступает по утрам до или по вечерам когда у нас спикеры выступают и вроде бы все знаешь уже и тут раз а с этой стороны я еще не рассматривал о а здесь как-то по-другому сейчас до объяснил человек и мне это еще более ясно стал еще укрепилась друзья настолько круто да настолько круто что мы здесь собрались что нас так много что мы растем и через три дня мы празднуем уже трехмесячная день рождения три месяца вместе до включе а ему бунту это очень здорово это очень ценно сегодня у нас гости будут ну мы их знаем конечно да какие гости они у нас неоднократно это выступали и один из них регулярно по субботам выступает именно в этом ключе до нашей субботничней презентации мы сегодня из турции да увидим прямой эфир и поделится с нами впечатлениями и кое-какие может быть информации нам еще дадут да это мы сейчас уже услышим сегодня я для вас проведу саму презентацию то есть да и первую и вторую часть мы поговорим немножко о ценностях еще раз да укрепимся в понимании или для тех кто сегодня впервые вы услышите да почему здесь есть именно уклон на на вот этот процесс пониманием чем делается а ему бунту или в чем отличается а ему бунту от нормального вам может быть знакомого бизнес-процесса да мы об этом поговорим в первой части во второй части моей презентации мы увидим как работает алгоритм и как наше движение наше путешествие по доскам изобилия может привести к тому да если мы выполняем там необходимые минимальные в принципе шаги как нам это может принести во благо в ответ за нашу за наше действие за наше движение за наш энергию который мы даем свой личный путь и тем самым в общий наш путь да как это может привести к тому что даже первом раунде мы называем это раунд то есть мы когда проходим доски там от первой дом последний который сейчас существует да это первый раунд мы можем забега наперед крутится да мы можем повторять их снова и снова но только один первый раунд когда мы проходим от а до я это дает нам в ответ подарков общей суммы на 217 тысяч долларов из детей как это может произойти да это же невозможно что нужно для этого сделать я может быть тоже так хочу на кто сегодня впервые смотрят вот об этом мы поговорим во второй части именно самому работу алгоритма и уже в третьей части мы подключим наших друзей единомышленников из турции и услышим прямой эфир именно из теплого теплой анталии и так ровно 100 человек в зале и я включаю включаю экран запись экрана вернее не запись а пока с экрана так минуточку 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 сто один и так так а ему бунту что означает вообще убунту убунту это африканская философия философия да где конкретно речь идет о человечности где села помогают селом где есть понимание что все едины всем имеют ту же самую ценность неважно да у кого-то там больше денег больше мускул там больше может быть знания каких-то да где скажем так в нам знакомом мире там пытаются где-то там выделиться где-то там проявить себя там на ну тем самым кого-то может быть и унизить чтобы чувствовать себя лучшим да то есть мы это все знаем думаем не будем углубляться как это происходило или может происходит до сих пор где-то еще до в мире вот поэтому мы стараемся сейчас вернуться к назад к истокам до к этому пониманию что все мы люди все мы божественные создания все мы имеем чувства в первую очередь да и эти чувства они очень разные и они конечно связаны еще с нашим воспитанием с нашим убеждением с нашими страхами какими-то которые еще с детства в основном до какими-то блокадами и если мы там пытаемся или кто-то пытается самоутвердиться там да за то что он кого-то там до унизил или у обидел или то есть это тот путь который который идет в этом ключе мимо нас да то есть мы ворачиваемся ворачиваемся именно тому пониманию и когда мы в январе познакомились с этой философии в принципе в ключе так в слово убунту я ранее ну не знал не было у меня так на горизонте этого но само понимание то да да что просто быть хорошим человеком просто уважать своего ближнего своего там с кем бы не общался да и это мы проживаем здесь и м м то есть я есть да тоже очень важный момент это формула своего рода да я есть радость я есть счастье я есть свет я есть любовь азизм кто помнит азизм царь знаете ли помните иван васильевич нет профессию там да оттуда такая она знаменитая фраза у многих она именно оттуда осталось а в памяти но понимает понимание этого намного глубже да вы можете потом загуглить если хотите то немножко уделить этому времени то с азизм на что означает это азизм я есть я есть божественное создание и то что мы после я есть ставим это своего рода программирование мы всегда в программирование каком-то то есть или программируют нас или программируем и себя до выбор только за нами кому мы даем позволяет программировать себя а программа программа приводит к определенному результату вот и включая им ubuntu имея доски изобилия имея взаимодействие которое происходит между участниками имея наших спикеров волонтеров которые выступают и дают такую ценную информацию где каждый раз по-новому до проникаясь это тоже своего рода программа где мы программируем себе на эту человечность я есть человечность а и м ubuntu я есть том чувство которое относится ко всему народу ко всем народам до с уважением с респектом с радостью с любовью это движение создающие изобилие через дарение да мы занимаемся тем что с детства может быть очень любим да когда нам подарочки дарили или мы может быть сами любим дарить подарочки да скажем так в той жизни пока в которой мы сейчас жили до того как познакомили с бунту да я больше уверен что многие из нас да с радостью за кого-то день рождения юбилея у кого-то там особо какое-то событие там до какой-то может открытие фирмы там да или что-то такое и мы выбираем подарочек что же мог могла вам понравится да то может быть деньги не самый простой такой момент который можно подарить человек сам себе покупает или что-то выбираем да какие-то там купоны может магазин или какую-то там вазочку или что-либо то есть мы занимаемся осознанно этой мыслью что можно человеку подарить получаем вернее приобретаем покупаем там да или сами руками делаем запаковываем то есть да мы вкладываем определенную энергию в этот процесс в этот ритуал своего рода ничего другого тоже не есть да если мы кому-то идем на день рождения или на какой-то праздник и мы хотим ему сделать радость конечно нам очень нравится я думаю всем нам нравится если наш подарочек зашел ну взошел в том плане что человек его открывая да мы на наших глазах мы видим как он ленточку открыл как он эту бумажку до которой вот эту край праздничная бумажка и убирает и видит вау классно супер конечно нам это тоже нравится да мы же ну какая-то самооценка такая вырастает вроде ох подобрал выбрал ему понравилось или понравилось какой молодец хорошие подарочек выбрал и не думаю что это что-то плохое да наоборот это это же как бы такое самоутверждение что да классно мне удалось сделать человеку приятный ему понравилось и он выразил свои эмоции у меня на глазах или может быть потом написал это как-то еще отдельно то если не получилось это увидеть лично может быть он написал да и сказал супер открыл только что твой подарок у вау как классно настолько радостно благодарю тебя и мы такие вау супер ему понравилось ей понравилось что здесь произошло обменялись энергиями чувствами обменялись и вроде бы человек на расстоянии он может быть три метра дальше от нас стоять может 3000 километров дальше стоять если мы сделали в какой-то другой форме да вот заказали цветы там на удаленке кому-то допустим да и раз приехал там доставщик цветов зашел подарил и вы получаете там sms или видео там сообщение или голосовое вау да как классно как так ты на том конце земли а я получаю от тебя цветы вау как здорово разве не радость у человека кто именно организовал это все то есть радость получается у того кто принял этот подарок и тот кто отправил его они могут быть на разных концах этой планеты а именно эмоции именно вот это чувство которое делает наш день который нам дает хорошее настроение оно происходит у двух людей одновременно где-то и этим мы занимаемся друзья сюда можно до присоединиться по приглашению но просто так не прийти потому что тут нету так чтобы была компания но об этом сейчас еще расскажу да это сообщество из людей и живых людей а ему бонду я есть неотъемленная часть чего-то необъятного и вот мы опять приходим я есть потому что мы есть раз мы есть то я есть из африканского взятым насколько это мощно дорогие друзья понять что i am you некоторые я тоже в том числе люблю сокращать знаете вот у меня всегда такая есть давно уже много лет да там вот а ему бунту да там и а у допустим если я кого-то сохраняю в ключе вот нашего движения да там светлана допустим светлана там санкт-петербург и потом подписываю и ау то чтобы я понял что это из движения а ему бунту так как у меня очень много контактов где-то там познакомиться где-то тут познакомиться это там пишу там конгресс там да где-то там семинар чтобы я когда смотрю на контакты я понимал откуда я их вообще где сохранил и как у меня какая взаимосвязь с этим человеком так вот если движение а ему бунту да я знакомлю с человеком а тут мы с очень многими знакомимся это кстати самый лучший генератор знакомства который я когда-либо видел за свою жизнь а я очень долгое время уже в бизнес в процессах именно с людьми, да, я с сетевом активно участвую, да, ну, многие из нас знают, что это такое, это очень мощный инструмент, знакомый с новыми людьми в процессе бизнеса какого-то, но у нас есть вот этот элемент, да, он очень похож, потому что мы тут тоже знакомимся с людьми, хотя это не бизнес, и как я сохраняю, я сохраняю и АУ, да, а если это, ну, в переводе, то есть I am Ubuntu или I am U, да, I am U, I am U, I am U, в переводе, что это означает, я есть ты, да, I am U, мы одно целое, дорогие друзья, хоть мы и в разных странах, да, разные религии, разные, может быть, но, ну, какие-то там языки и так далее, но если взять как бы всё, всё, всё вот так опять взлететь, опять, да, вот эту орловую перспективу занять и посмотреть, что это, да, это одна планета, и на этой планете мы вместе одно целое, один живой организм, и мы можем объединяться на уровне нашей энергетики, обниматься, дарить друг другу радость и вернуться к этому состоянию, а I am Ubuntu – это подарочная деятельность с невероятным алгоритмом, встроенным таким образом, чтобы каждый мог наслаждаться изобилием. Подарочная деятельность. Вы до этого слыхали когда-нибудь о какой-нибудь подарочной деятельности? То есть это, ну, да, это ломает какие-то стереотипы, то есть наше движение ломает стереотипы, некоторым оно ломает мозг вначале, ну, как так, ну, а что он там долго разговаривает про эти там какие-то вибрации, какие-то ценности, зачем это всё нужно, я же просто хочу заработать денег, потому что у меня там кипит, да, и нужно срочно, нужно, а то крындык, ну, это разные как бы, да, такие могут быть. Да, друзья, конечно, это же, ну, нормальное явление. Нормальное явление очень много, кто присоединится к нам, кто даже сегодня в спикерах, да, находится и даёт о ценностях, о какой-то другой, там, да, стратегические какие-то моменты даёт, да, информацию сообществу, то есть это их личные слова, ну, многие по субботам кто были, да, слышали, даже недавно рассказывала женщина, девушка. Да, пришли сюда, я, то есть, да, хочу заработать, надо как бы, да, решить свои финансовые задачи, хочу дать эту возможность заработка там своим, своему окружению, потому что есть с кем делиться, ну, вот эти вот ценности, вот это всё сразу вроде бы было как-то второстепенно. В общем, да, зачем это нужно? Рассказывай мне уже, как я заработаю деньги. Но именно в процессе дела приходит это понимание, ну, что одно без другого ника, что мы выстраиваем здесь вот этот баланс, баланс именно саморазвития, баланс именно духовного роста, личностного роста, саморазвития, дорогие друзья, да, и финансового блага, потому что одно без другого, ну, не приведёт к какому-то долгосрочному счастью и успеху. Да, если мы в какие-то крайности уходим, только-только бабки, только бабки, всё остальное мне не интересует, я и только я хочу заработать стоком. Какое-то время это, может быть, пойдёт, но доказано на миллионах уже разных, да, кейсов, что это приводит к какой-то пустоте к душе, да, мы можем быть миллиардерами, но если у нас нету какого-то духовного развития и какого-то, какой-то человечности, которую мы проявляем в отношении нашего окружения, да, это будут очень много денег, но очень мало радости. И так же в другую сторону, да, если мы там только уходим в духовность, только уходим в саморазвитие, не берём во внимание, что нам в этом жизни, в этом мире, в котором мы находимся, да, нужны финансы, чтобы реализовать себя, да, потому что, ну, для этого всего нужны деньги на сегодняшний день, мы, во сколько, может быть, мы там просто отличный игратель гольф, да, вот у меня вот такая есть мечта, это одна из моих планов, да, я хочу научиться именно со временем профессионально играть гольф, да, вот на русском тоже гольф называется вроде, но пока, пока как бы так ещё не создал себе, да, именно вот этот процесс, чтобы я там мог регулярно туда идти, пока другие задачи, то есть мы в дороге к этому идём, но кто-то может пианист, кто-то или мечта играть, на пианине, там, да, или на каком-то другом, но порой мы отпускаем это опять, пропускаем мимо вот эти вот планы, да, потому что у нас есть важнее мечта, дела, да, это нужно накормить семью, нужно там найти необходимую сумму, чтобы закрыть там все, все дыры, которые там в этом месяце, да, и начинается новый месяц и вроде бы опять день сурка, да, и мы опять начинаем заново решать именно моменты, задачи, которые касаются непосредственно вот этого продвижения, проживания месяцем и убираем в сторону те, те таланты, которые мы могли бы проявить, не зная об этом, так как не хватает денег, пропробовать вообще. Почему я веду, почему я так долго сейчас, да, мы выстраиваем этот баланс, дорогие друзья, чтобы мы могли проявлять себя, чтобы находить свои сильные стороны, какие-то там увлечения, которые требуют, да, всегда денег, в основном, почти всегда, да, это связано с расходами. И чтобы проявить себя на разных уровнях, вырасти на разных уровнях, отличная, отличная именно платформа, я считаю, да, Аймубунту, потому что она дает возможность развиваться на разных уровнях. И сегодня вы узнаете о хорошо хранимом секрете, который уже изменил жизни миллионов людей по всему миру, да, потому что именно этот процесс дарения, его не придумали мы там, да, кто там создал вместе, ну, кто инициаторы были, скажем, мы, это как мы, я за все сообщество говорю, да, кто создал именно вот это движение Аймубунту. Оно пришло к нам из Африки. Из Африки они уже именно в интернете уже с 2009 года занимаются, да, такой формой. Там мы когда в августе запустили, мы просто не увидели кое-какие моменты, которые мы считали, нужно их там чуть по-другому сделать. Ну и вообще в целом, да, хотелось, чтобы это было именно движение, которое идет уже в ключе, там, да, русскоязычные, которые могли как бы с этого начать. Сейчас у нас уже развитие, конечно, по всем странам, да, там и в Германии, и в Австрии, и в Венгрии, и в Булгарии, ну, в русскоязычных странах, в Прибалтике, понятное дело, Украина, страны СНГ. И многие другие страны, которые сейчас не назвал, да, прошу прощения, если, если, Канада, да, Канада тоже у нас, Америка, США, Италия. То есть это мультинациональное движение, которые именно придерживаются к этим ценностям, потому что вот это начало, то, что мы сейчас читаем, видим на экране, оно в переводе на разных языках, и кто-то как спикер выступает и как раз говорит о том, о чем я с вами сегодня говорю, только на другом языке. И это нас опять объединяет. Мы сегодня узнаем о этом секрете, который изменил этот мир. Но перед тем, как мы официально начнем, да, вот же приходить к этим моментам, я хочу коротко заметить. Дисклеймер. Данная презентация предназначена только для обмена информацией, не может быть истолкована, как финансовая консультация. Ни ведущие, ни АйМ и Бунту не являются зарегистрированными финансовыми или налоговыми консультантами. Приведенная информация предназначена только для того, чтобы дать примеры того, что может ожидать участникам. Итак, кого же мы приглашаем в движение АйМ и Бунту? Мы можем задавать вопросы, да, если мы общаемся с людьми. Ну, в принципе, можем задать их самому себе, да. То есть, верим ли мы в принцип сияния и жатвы? То есть, то, что мы делаем, то, что наши поступки, которые происходят, они дадут какие-то плоды. Рано или поздно, в той или иной форме, да, в зависимости, что мы делаем, да, это могут быть разные плоды, понятное дело, да, то есть взаимосвязь какая-то. То есть, если мы, допустим, кому-то что-то даем или в целом мы отдаем, то мы и когда-нибудь получим. Вопрос, что мы даем и что мы в ответ за это получим. Нравится ли вам благословлять кого-то, кого вы даже не знаете? Ну, тут уже начинается у многих, хотя там о первых двух принципах вроде бы слыхали, вроде бы кто-то и понимая придерживается к этому, но когда вот задается вопрос незнакомого человека, ты готов благословить? Зачем? Я же его не знаю. Да, и вот тут начинается уже вот этот слом системы, получается, да? Да, где-то на самом деле мы вот рушим матрицу, да? Потому что мы выросли в определенных понятиях, в определенной вот этой вот матричной структуры, да? И тем, чем мы занимаемся, мы ее взламываем и даем выход из-за вот отключились. А кто смотрел фильм «Матрица»? Да, помните, как там было отключение, когда человек отключился и такой, воу, так кажется, все по-другому, да? Да, где-то так оно и происходит. В хорошем смысле, конечно же, да? И приходит понимание со временем, да, конечно, люблю благословлять. Это же есть тоже я. То есть тот незнакомец, кого я еще даже не знаю, он же является частью чего-то целого, к чему я тоже нахожусь, получается. Благословляя его, я благословляю себя, оказывается. Хотите ли вы взять свою жизнь под контроль? Ну, тут, конечно, да, многих, особенно сегодняшние дни, да, это, конечно, касается, это трогает, это многие люди себя с этим ассоциируют и сами для себя дают определенный ответ. И на основе этого ответа присоединяются, да, к движению Айма Бунту. Нравится ли вам помогать другим людям добиваться успеха в жизни? Вот тут тоже такая ситуация, где нам порой нужно перешагнуть через самого себя. То есть помогая другим, мы помогаем опять себе. Но включая Айма Бунту, да, у нас нет такого, что если мы кого-то пригласили, он сделал кому-то подарок, мы сразу раз и получили какое-то денежное вознаграждение. Тут такого нету. Сейчас я вам покажу, почему нету. Тут другой процесс. Тут нет никакого реферального прямого вознаграждения, как мы это знаем, в сетевых каких-то маркетингах. Нету тут такого. Но в итоге, помогая другому человеку сделать то, что нужно, в процессе, как результат, как причина следственной связи, мы получаем в ответ тоже благо. Желаете ли вы находиться в обществе осознанных, жизнерадостных людей? Находиться в обществе осознанных и жизнерадостных людей, насколько это сегодня важно? Покажи мне своих друзей, я скажу, кто ты. Да, мы же знаем эту поговорку. К слову, вот это понимание Убунту, оно на разных языках по-разному объясняется, проживается. Это не африканцы придумали вот эту человечность. Она нам свыше дана и всегда уже была. Просто в процессе этих обстоятельствах, этой матрицы, в которой мы жили, люди стали забывать об этом. Или не давать эту значение. И мы ворачиваемся к этим ценностям назад в процессе нашего движения. Нравится ли вам, самое интересное, что мне, конечно же, да, вот от всего, от всего, что я знаю и за мою жизнь узнавал, я тоже с 2003 года уже, значит, тоже, да, у нас Андрей Шайл рассказывает, он больше 20 лет сетевом. Я с 2003 года в прямой продаже, да, сетевой у меня не такой длинный опыт, у меня с 2016 такая активная фаза идет. Ну, уже все-таки тоже 6 лет, да, но именно direct selling, прямые продажи, я всегда с людьми работал. Всегда, с 2003 года. Как ушел со стройки, пошел в магазин, в магазине выучился. И в магазине я не хотел оставаться, потому что там, как бы, да, с утра до вечера, вот сказали, сделай то, сделай то, сделай то. Ну, это не совсем это такой, у меня такой вольный процесс, бы очень нравится, я ушел в свободную продажу с 2003 года. Со своими взлетами и падениями. Всегда работа с людьми. Да, но здесь, а я ему бунту, я тоже нахожусь в общении и взаимодействии с людьми. Но тут знакомство на абсолютно другом уровне. И это просто уникально. И сколько друзей я приобрел, и многие из нас, да, приобрели на протяжении общего пути, получается, да. И всем вам, дорогие друзья, привет, так, с кем вы познакомились именно в ключе Айму Бунту. Так вот, мы говорим о глобальном движении дарения. Мы говорим о саморазвитии ежедневно, кроме воскресенья, в воскресенье мы отдыхаем. Но так ежедневно проходят встречи, даже два раза в день, в будние дни. И волонтеры собственным временем, собственной энергией для сообщества выкладываются. И каждого есть возможность присоединиться, послушать, записать. Какие-то монеточки упадут, да, именно жетончики. Мы дарим подарки друг другу, мы верну, ворачиваем те чувства, которые люди с детства где-то уже, может быть, не помнят даже, да, как классно, когда ты получаешь подарок. Эти эмоции, которые зашкаливают, радость, благодарность, мы проживаем вместе в общем ключе. Мы объединяем наши силы, наши эмоции, наши чувства. Не объединяй, не разделяй и властвуй. Наоборот, у нас, да, получается, объединяясь, здравствуй, это кредит. Создаем совместное изобилие. Это священная экономика, друзья, это финансовые подарки, это волшебное, приятное действие, которое используется во всем мире на протяжении веков и доставляет нам в жизни очень много приятных моментов. Они помогают раскрасить жизнь яркими красками. Да, это легально, потому что это подарочки. Это подарочки, которые мы дарим от сердца. Это вне системы мейнстрима, понятное дело, да, что в системе не очень охота, чтобы там люди начали приходить к самому себе, развивать себя как личность, идти к своим планам и целям, реализовать себя. И это не просто в одиночку, а еще мощным таким движением, как это в Айму Бунту и есть. Больше 45 тысяч участников, да, у нас было по последней статистике. Друзья, это и есть эта ценность. Мы занимаемся передачей богатства в руки многих. Подарки, которые заряжены любовью, яркими эмоциями, да, вот будто вы, представьте, у вас, вот он, ваш юбилей, да, вот вы стоите, организовали праздник, да, там старались, чтобы все было красивенько. То есть вы сделали определенную работу для того, чтобы пришли гости. Может быть, вы не сами там наряжали, а наняли какую-то там компанию, которая это сделала, там организаторов, там там Аду, да, пригласили. И вот он праздник. Вот они уже первые машины подъезжают во двор, заходят первые гости. Там Ада запустила процесс, там, да, все, друзья, теперь становимся там в очередь, да, или там поднимаем, там, тосты. Поздравляем именинника, юбиляра, свадебную пару. И вы в центре внимания, и вам дарят подарочки, конвертики передают, и заряжают их, или подписывают эти конвертики. Вот эти моменты, друзья, мы проживаем здесь, и можем находиться в разных уголках нашей планеты, но мы проживаем эмоционально эти ощущения, как будто мы на этом празднике. Вау, этого я никогда, ни в каком другом бизнес-процессе, просто даже и думать не мог, что такое может быть. Ну, как думать я мог, но мне не хватило именно воображения, да, что именно когда-то мы создадим вот такое вот сообщество, как оно сегодня. Дарить надежду, образование, благословлять людей в достатке по всему миру. Благословлять, благослать. Помогая другим, мы помогаем себе. В децентрализованной платформе, где нет компании, нет учреждений, нету брокера или трейдера, мы занимаемся передачей, распределением богатства по всем участникам. Да, для этого нам нужен компьютер или смартфон, нам нужен интернет, понятное дело, да, как там быть на связи по-другому, если мы в разных точках мира живем. И нам нужен телеграм, так как это наш первый выбор общения, да, где мы между собой общаемся. Мы общаемся напрямую, то есть нам просто в помощь интерактивный веб-сайт, который управляет как раз перемещением этих досок в сообщество дарения, он нам дает понять, с кем нужно сейчас связаться, кто у нас сейчас именинник, да, кто у нас сейчас именно человек в центре внимания, который получает подарки, кому можно написать открыточку красивенькую, да, с красивыми словами. Это мы узнаем через этот веб-сайт. Или потом, когда мы уже переходим, да, и кому-то говорится, что смотри, вот этот человек, да, вот ему делаем подарочки. И делаем мы их от сердца к сердцу. Тут нету третьей стороны, которая контролирует какие-либо деньги. Вы их отправляете напрямую. То есть вы вот пришли к человеку на праздник, вот он перед вами стоит, у вас конверт в руках, вы его, на, дружище, подруга, от всего сердца, поздравляю тебя, передали напрямую. Не кому-то там на ему передай. Нет-нет, напрямую. И это делает все движение, убирает все риски, убирает максимально все риски. Почему? Во-первых, это подарок. Вы ничего не купили, вы ничего не инвестировали, вы не ждете никакого-то там пассивного заработка за то, что вы сейчас сделали какой-то взнос. Потому что эта терминология не подходит к движению Аймбунт. У нас подарочная активность. Это ваш безусловный подарок, отправлен вами от сердца. От человеку к человеку поступают непосредственно именно к вам эти подарки, или вы их отправляете именно к какому-то другому человеку. И тем самым в процессе движения по доскам мы каждый раз снова и снова проживаем это эти эмоции, эти чувства, новые приятные знакомства, новые полезные знания, новые яркие эмоции снова, снова и снова. Постоянный, безостановочный поток дарения и получения подарок снова-снова. И возможность также передать ваш аккаунт в наследство. То есть то, что вы сделали, тот путь, который вы прошли, там же система фиксирует в вашем личном кабинете, тот путь, который вы уже сделали, сколько подарков вам подарили, какие подарки вы уже дальше подарили, да, и есть какой-то проделанный этап, и на основе этого проделанного этапа дальше как бы, да, уже выстраиваются более высокие подарочки. И это можно передать в наследство, так как мы можем это до бесконечности, да, двигаться по этим доскам изобилия. Мы, наше тело, по крайней мере, да, конечное, да, мы рано или поздно меняем форму и уходим так к Творцу или куда. Ну, это мы узнаем, когда придет время, куда мы уходим. Наша анкета может передаться просто следующим поколением, и они могут в этом же духе продолжать дальше. Это больше, чем просто подарочная активность. Мы помогаем друг другу расти и добиваться успеха. Мы поддерживаем друг друга и поднимаем настроение. Где вы такое видали уже, если вы сегодня впервые с нами? И, может быть, вы понимаете, почему такое ударение, особенно когда субботняя встреча, мы, да, немножко, немножко еще обширнее говорим о ценностях. Почему такое ударение на эти ценности? Потому что это и есть основа этого движения. Денег заработать, ну, просто. Открываете интернет, вас закидают и стоящими, и менее стоящими предложениями, чтобы заработать денег. Но только денег. Помните, вначале говорил, мы стремимся к этому балансу, да, движения. Нам нужны эти деньги, понятное дело, они нам здесь тоже нужны. Однозначно. Нужны решать свои задачи, базовые задачи. Идти к своим мечтам, проявлять свои таланты, открывать для себя какие-то новые хобби, которые стоят определенные деньги. И, может быть, в этом хобби-то найти себя. О, ну, что-то не очень мне понравилось, давай-ка займусь-ка там дайвингом. Или займусь тем, или займусь там прыжками с парашюта там. Или еще, да. Была у нас встреча, была женщина там уже под 80, да, которая говорит, я Вайму Бунт, такая прям с нами вместе, вам большой привет, кто сейчас слушает, кто и помнит ее, да, кто рассказывал. Говорит, я хочу еще прыгнуть с парашюта. Вот, ну, здорово, да. То есть вот такие вот цели у человека, которые там два раза старше меня, да, и до сих пор вот именно в такой вот, в такой форме, в таком настроении, да, именно часть чего-то целого, которое мы продвигаем. Это очень здорово. Разных, разные возрасты присутствуют у нас, друзья, да. Это тоже нас объединяет. Дарите от всего сердца, делитесь любовью, добром, принимайте с благодарностью подать и проникайте в состояние Убунту в движении с одной целью, коротко говоря. Повышать вибрации, то есть наше самочувствие, наше, ну, коротко говоря, самочувствие. Чем лучше мы себя чувствуем, тем больше мы понимаем вот эту общую картину, подымаясь, как бы, да, в небо подымаясь, смотря вниз там. Тем больше это понимая, тем продуктивнее, на самом-то деле, это даст нам результаты в будущем. Мы изменяем жизни к лучшему тем самым. Итак, как же начать, да, мы переходим уже к тому моменту. Ну, так, нормальная сегодня, да, первую часть расширил, скажем так, ценностями. Как начать? Вы ходите в движение Аймубунту, дарив один раз 100 USDT в бесконечную систему. USDT – это эквивалент доллару. Да, мы делаем подарочки в криптовалюте, у нас есть там и школы, как можно поменять, или вам объяснят, в принципе, кто вас пригласил. На сегодняшний день это уже, скажем, такой базовый фундамент, да, почти все уже знают, как это работает, как сделать себе кошелек криптовалютный, как можно приобрести себе криптовалюту, как можно ее вывести опять. Но если вы еще не знаете, если вы абсолютно новенький в этой, то вам обязательно поможет, да, это нам дает возможность делать подарки интернационально, да, так как политические разные моменты, которые происходят, нас ограничивают в классическом пути делать там фиатных денег, там в рублях, в долларах и так далее, международные подарки. Мы делаем это в USDT и потом просто меняет каждый на свою валюту назад, чтобы пойти купить хлеб и реализовать свои задачи и планы. Подарки предоставляются исключительно по принципу от одного лица к другому. 100% всех подарков выплачиваются непосредственно вам, то есть отправляются непосредственно вам. Это единственный раз, когда вы берете деньги из собственного кармана. Да, что для этого нужно сделать? Нужно один раз подарить из собственного кармана, взять их, вытащить по-самому деле из семейного бюджета, из личного бюджета, бизнес-бюджета, откуда они у вас там появятся, да, это уже на ваше усмотрение, но это один раз, когда вы берете из собственного кармана и вы их, очень важно, подарили. Да, они уже ушли к другому человеку, они больше не ваши, получается. Это вот пришли на праздник, взяли с собой конверт, вот он, юбиляр в середине, на, поздравляю тебя, молодец, красава. Все, вы же отдали конверт, он ушел. Он уже у другого человека, он этими деньгами распоряжается и там реализует свои там планы, и путешествие по изобилию, вот дальше мы увидим доски и у нас такой желтый кругляшок будет и там можете так, ну, логическую цепочку выстроить. Присоединяемся к доске 100 долларов, 100 USDT и дарим, да, делимся этим движением с единомышленниками, которые в свою очередь сделают то же самое. Это движение, которое состоит из людей, это подарочная активность, которая состоит из людей. Если кто-то говорит, ой, так тут нужно приглашать, ну, да, друг, ну, конечно, это же движение из людей, мы же тут ничего не продуцируем, да, тут нет никакой продукции, которая там, да, дает какой-то там в бизнес-процессе, да, какой-то там пассивный заработок. Это другая форма, это подарочная активность и она состоит из людей, да, и каждый один раз берет собственного кармана деньги, один раз, единственный раз, но выполняя именно необходимые действия, это может привести к тому, может привести к тому, если ты выполняешь эти действия на самом деле, да, что только первый круг даст в ответ подарок от очень многих других людей в общую сумму 217 тысяч долларов USDT. На самом деле даже есть еще поддержка, потому что 100 долларов, ну, не у всех они есть, особенно в разных странах, разные уровни там, обеспечения, и мы добавили, скажем, такие две разгоночные доски, которые нам дают возможность выйти на эти подарочные 100 долларов, да, чтобы начать основной путь, то есть есть доска даже где-то 12.50 или 25, турбо доска, вот наша самая, самая свежая, новая, которая только недавно добавилась, где мы единственный раз или 12.50 или 25, да, 25 просто чуть быстрее в продвижении, берете с кармана, вы понимаете, почему я только что говорю, нету рисков, дорогие друзья, ну нету их просто, ну 12.50 это там пойти в кафе, и то у нас в Германии 12.50 это же сам вдвоем не посидишь, да, сам посидишь, там булочку покушаешь, кофе покушаешь, попьешь, вернее, да, и все, там около червонца, там, да, около 10 евро ты оставил, там, как минимум, а тут ты можешь запустить движение своей жизни и получить в ответ благо на больше, чем 217 тысяч, это же только первый круг 217 тысяч, да, пройдя его, за какой срок можно его пройти, ну, это может варьировать, конечно, да, это может быть год, это может быть полгода, это может быть два года, ну скажите, такие суммы, да, ни в другом никаком бизнес-процессе с такими минимальными, минимальной точкой входа вы не найдете такие возможности, да, чтобы получать именно такие блага в ответ, только если там, да, огромными деньгами и с огромным риском, да, где вы там будете, ну, как раз-то волноваться, да, лишь бы там мой депозит не сгорел, или там компания не закрылась, или не свалила, тут этого всего нету, просто мы отпускаем этот страх, мы отпускаем эти стереотипы, которые мы знаем из бизнес-процессов, а выполняем просто простые движения, и проходим путь от дарителя, строителя, гида, и становимся легендой, где нам дарят, где мы, именинник, где в очереди становятся вот эти вот гости, которые пришли к нам на праздник, и с конвертами стоят и ждут своей очереди, чтобы прийти к нам, передать конверт и поздравить нас празднично, да, это на всех шестих досках происходит, и во время этого путешествия, да, мы получаем, получаются эти подарки, то есть, еще раз, сам основной путь, да, то есть мы можем к этим 100 долларам USDT прийти, да, выполняя там необходимые, необходимые шаги, то есть тоже, да, сделав подарок 12.50 или там 25, и в итоге, когда мы переходим уже в позицию легенды, нам дарят на общую сумму 100 долларов, и наш основной путь начинается, получается, взбронзовать доски, то есть смотрите, у нас получается, она выглядит как такая немного игровая площадка, да, есть баскетбол, там, да, есть футбол, тоже, да, есть позиции разные, там нападают, там защищают, воротари, так далее, да, и вы, ну, наверное, многие из нас, все, наверное, видели, да, как минимум один раз по телевизору, там, расстановку, там, да, какой-то команды, так вот здесь, хотя это далеко не игра, друзья, да, это абсолютно, чтобы, да, было понимание у нас, это как аналогия, просто, чтобы понять для того человека, кто сегодня пришел, вот смотрите, слева есть 4 места, справа есть 4 места, да, тут сверху написано гифтер, вот, это те люди, которые присоединяются и делают подарки, да, делают подарки кому? Человеку в середине, вот здесь, а как же они присоединяются, кто их туда присоединил, как мы узнали, сюда можно прийти только по приглашению, то есть тот человек, который был когда-то приглашен, который вас, допустим, пригласил, да, вот тут представим, когда он сделал свой подарок, вот сюда, и все остальные слева, 4 человека, 3 человека оставшиеся, и справа 4 человека сделали свои подарки, 8 подарков были сделаны, вот эта легенда идет дальше, путем, куда конкретно он идет, мы сейчас на вашем примере это узнаем, а кто-то вас пригласил, перешел в строители, бильдер, да, и тут получается 4 позиции в этой строители, вот, тут 2, и тут 2, какая у них задача, у этих людей, задача 2 человека пригласить, и вот один из них, вы являетесь, вы заняли место, гифтер, да, и 2 человека рядом с вами поставили, тоже пригласили, да, и, соответственно, у этих бильдеров, у строителей, так называемых, у 4, задача по 2 человека пригласить, так вот, происходит, они связываются, все 8 с этим человеком в середине, напрямую, через телеграм, без каких-либо посредников, как мы знаем, мы уже, сделают свои подарочки, и когда это происходит, то вы в этом случае переходите на строителя, теперь какая задача у вас, на та же самая, что и у человека, кто вас пригласил, 2 человека взять с собой в это движение, которые сделают, что? Собственного кармана, один раз подарят, единственный раз подарят, легенде, незнакомому человеку, постой из детей, то есть, ваша задача, вот тут 2 человека пригласить, да, а где тот человек, который вас пригласил, он же тоже, да, продолжает свой путь, он стал гидом, потому что его позиция теперь, что означает, помочь своим строителям, то есть, вам, и другому человеку, который с вами рядом стоял, еще вот тут он недавно стоял с вами рядом, тут он уже раз, и уже тоже строитель, у него что задача? Ну, тоже по 2 человека пригласить, да, и на той стороне то же самое происходит, аналогично, и когда опять 4 человека слева и справа сделали свои подарочки, сделали подарки, у нас опять доска обновляется, легенда актуальной, уходит дальше путем, куда конкретно мы сейчас узнаем, да, на вашем примере, и вернемся к текущей ситуации, то есть, получается, человек, который вас пригласил, при обновлении доски, становится легендой, а ваша позиция как поменялась, вы были строителем, выполнили задачу, при обновлении вы стали гидом, то есть, на одной стороне вы, и на другой стороне, человек, который с вами рядом стоял, в Дании, да, вот здесь, и что, какая задача у гида, гид помогает, так же, как, это все дубликация, дорогие друзья, да, тут простой процесс, один раз понять просто, да, что вот каждая позиция имеет свои задачи конкретные, да, и получается, у гида задача какая, помогать своим строителям, сделать то же самое, то есть, тех двух, которых вы взяли с собой в путешествие, они вдруг оказываются вот здесь, в позиции строителей, у них какая задача, такая же, как и у вас была, такая же, как и у вашего пригласителя было свое время, когда он вас пригласил, да, то есть строители под себя записывают две позиции, берут с собой двух человек в движение, и когда это происходит, восемь человек связались с вашим пригласителем, он получил свои подарки, восемьсот, восемь раз по сто, восемьсот получает легенда, друзья, вау, сто долларов подарил, восемьсот получил, да, один раз подарил незнакомому человеку, восемь незнакомцев тебе назад дарят, и вы переходите вот эту позицию, то есть вы становитесь легендой, ваши два человека, кого вы взяли в путь, они становятся гидами, то есть у них теперь задача, которую вы только что выполнили, вы поэтому можете им и помочь в этом, потому что только что с ней справились, гид какая задача, давайте напомним, у него задача вести своих строителей, да, тут два и тут два, у каждого из них по два человека было, вот, а у строителей какая задача, по два человека пригласить, кому же эти два человека дарят подарки, вам, потому что ваша позиция теперь легенда они с вами связываются уважаемые уважаемо вы моя легенда хочу вам подарить от всего сердца как вам удобно куда вам отправить и тем самым мы 100 долларов подарили на выходе в восемь сотен получаем и получается следующая математика теперь а как же мне прийти к 217 тысячи ладно 800 получил но это не 217 теперь смотрите друзья вот следующая математика часть подарков которые нам подарили мы отправляем дальше часть мы оставляем себе для личных нужд чтобы прийти к этому результату получить на первом кругу 217 тысяч мы должны преследовать и преследовать следовать именно этому алгоритму в итоге давайте математика 800 usdt мы получили что мы делаем мы переходим на следующий уровень именно брон серебряную доску то есть это было только что бронзовое заметьте сейчас мы переходим на серебряную и заходим в позицию дарителя что дело даритель он дарит кому легенде то есть мы связываемся с человеком кто в середине находится то есть данные мы все там видим вот тут такое маленькое окошечко и говорим с дружище подруга от всего сердца хочу подарить 400 usdt скинь мне кошелечек куда можно отправить и может быть что там допишите какие-то еще теплые слова на пожелания человек будет рад и будет вам благодарен за это окей 400 ушли сюда а у нас 800 и делаем знаете что мы делаем мы только что прошли бронзовый круг но мы заберем и повторяем его снова вечный вам горел вечно снова и снова и мы заходим и повторяем так как мы один раз квалификацию прошли стали легендой сделали на более высокой доске подарок нам открывается возможность повторить и мы заходим и дарим просто еще раз 100 usdt человеку в середине тем самым у нас две активные доски в процессе за нами следует наша команда который просто делать то же самое и у нас остаются 300 usdt в кармане при первом выходе из бронзовой доски 100 долларов еще раз ли 100 долларов и подарили у вас кармане 300 долларов остается при выходе и при этом у вас запуск запущен уже путь до в работе в процессе на повторные подарки бронзовой доски и подарки серебряной доски для тех кто а как же там работает с 1250 вот нету 100 долларов работать то же самое тот же самый процесс вы дарите 1250 как даритель вы выходите в строитель позицию до берете с собой два человека который тоже по 1250 дарят и в итоге на выходе вы получаете 100 да и этими 100 долларами вы уже начинаете основной путь который мы только что проговорили аналогично с 25 долларом только там немного немного короче заметили тут чуть меньше мест тут тут у нас 15 мест на такой доске классической до которой мы проходим 1 turbo так называемый turbo доски у нас только 7 мест то есть мы заходим как дарители дарим 25 долларов середину до человеку середину выходим в строители по два человека пригласили они сделали то же самое подарили потом рано или поздно мы в середине вот они два человека которые мы взяли с собой и каждый из них по два пригласил по 25 нам четыре раза по 25 100 да то есть turbo и иметь это для созданы для того чтобы мы могли маленькими средствами зайти именно на бронзовую доску и начать активный свой путь который может привести к подаркам размере 217 тысяч и больше вот 800 и получили и так давайте дальше на серебре серебре мы подарили 400 долларов на серебре нам никого приглашать не нужно и невозможно потому что на серебре уже никого не пригласить у нас путь начинается основной с бронзовой доски или же там с turbo и с меди да если нам нету собственных 100 долларов поэтому здесь просто за нами следует наша команда который проходит тот же самый путь за нами да где-то тут у нас получается уже будет наш пригласитель а здесь мы заняли место дарителя из тех подаренных мы связываем с человеком в середине подарили 400 долларов да и тут у каждого кто на доске находится в виде строителя идет за ним своя команда до который проходит тот же самый путь как и вы это все дубли дубликация повтору просто занимают свободные места дарят человеку в середине вы подвигает продвигать вперед на строителя ваш приглашенный основной если так эти по классике то он находится в гидах за вами подтягиваются ваши команды которые вы пригласили за другими строителями подтягиваться они делают подарок сюда передвигается опять ваш пригласитель в легенду вы становитесь гидом и это повторяется продолжается пока вы сами приходите в легенду и вам дарят 8 раз по 400 это 3 200 дорогие друзья 3200 долларов вам подарили в общем и целом до незнакомые вам люди и что мы делаем из этого мы опять часть оставляем себе для личных нужд и часть отправляем дальше что пройти квалификацию до 1600 в этом ключе мы дарим на золотой доске человеку в середине то есть вопрос нажимаем на кнопку в бек офисе присоединиться к доске нам открывается эта доска мы видим себя в позиции дарителя нажимаем на кнопку открывается окошечко с человеком связываемся говорим я такой такой хочу подарить вам от всего сердца тысяч долларов куда вам отправить их пришлите пожалуйста кошелечек вы когда когда вы когда-либо дарили 1600 долларов или 400 долларов незнакомому человеку вас этому кто-то учил отправлять легко деньги получать легко деньги мы этот процесс здесь проживаем в итоге что-то происходит на золотой доске мы идем тем же самым алгоритмом до от строитель от дарителя до легенды где свободные места которые там именно за нами когда мы становимся занимаются нашей же командой который следует за нами тем же самым путем по алгоритму она всегда знает где наш приглашать где пригласитель и приходит на ту доску где вы становитесь и да и занимает свободные места на выходе 8 раз 12 800 вам дарят 8 раз 1600 общая сумма 12 800 вам дарят уже на выходе дорогие друзья и чё мы делаем дальше из этих 12 800 мы какую-то часть опять запускаем повторно 5 тысяч мы запускаем на более высокий доску уже предпоследнюю до чтобы активировать ее 5000 незнакомому человеку это круто дорогие друзья да к этому я тоже как бы да никогда бы не думал что я когда-либо буду 5000 незнакомому человеку дарить но это произошло вот недавно я тоже на платиновой доске сделал подарок этот и на выходе вы получаете 8 раз по 5 то есть 40 тысяч как это происходит как наполняется вот эти места мы только что проговорили тот же самый алгоритм ваша команда за вами просто тянется занимает свободные места на передвижение такой так 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 по цепочке передвигаемся просто 40 тысяч из этих 40 тысяч мы делаем активируем последнюю самую высокую доску да и тем самым 20000 мы дарим на даймонд 160 тысяч мы получаем в итоге назад да напомню вы один раз 100 долларов собственного кармана запустили в этот вечный процесс и запустили естественно за собой ваших единомышленников активировали на важный второй элемент а далее это приводит тому что мы просто через этот перестановки которые происходят умный алгоритм да получаем вот эти вот блага и как только мы запустили и прошли какой-то процесс как нам бронзе уже показал и это смотрите внимание вот 217 тысяч это общий первый круг получается первый круг а это дополнительно что это значит это бесконечные доски то есть вы прошли золото прошли бронзы прошу прощения датала подарили 100 отправили из этих 800 400 на серебро первый раунд но мы же помним говорили что мы еще раз заходим на бронзу и тут мы можем еще раз приглашать можем укреплять свою как бы до команду кто знаменитет и те кто за нами пошли уже и проходит свою бронзу рано или поздно опять за нами сюда и притянутся данную мы можем здесь как раз на бронзе доске всегда как бы укреплять свою первую линию и еще ускорять свой процесс да мы можем там на автобан выехать и 100 километров в час ехать до или пригласить еще 3 4 5 10 который тоже готов до получать эти благи и присоединиться к сообществу в этом движении то мы можем ускорить свой процесс и что это означает когда мы проходим опять на легенду вечном процессе мы уже получаем дорогие друзья те же самые 800 да потому что это алгоритм он так предустроен 8 по 100 но 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 так как мы уже активировали один раз серебряную доску нам не нужно это делать повторно из этих подаренных денег а это означает что 8 подарков получили 7 оставляем у себя для собственных нужд для каких-то талантов хобби и так далее и 100 просто что делаем заново становимся мы опять присоединяемся к бронзовой доске и опять связываемся человеком в середине может быть опять какой-то новый интернациональный с другой стороны неважно мы с ним связались через приводчик пообщались а переслали ему 100 usdt за нами наша команда опять тянется и мы опять приходим на выход где получаем 8 подарков из них мы 7 подарков оставляем себе и один подарок опять запускаем вот она закольцовка дорогие друзья вот он тот процесс где нам дает вечный поток да тут нужно приглашать без этого не получится это сообщество из людей но мы делаем вот эту закольцовку здесь и не только на бронзовой доске когда мы прошли серебром мы получили 3 200 один раз активировали золото первый круг 1600 да и из и 400 до еще раз запустили в процесс то уже повторно когда мы запускаем заходим на легенду мы получаем 8 подарков 7 оставляем себе один подарок опять заново запускаем до того пока опять приходим на легенду получаем 8 подарков всем оставляем себе один опять запускаем это каждый круг 2800 которые остаются у вас кармане на секундочку плюс параллельно у вас здесь идет процесс где 700 остается в кармане каждый новый круг который закрывается это параллельно работает дополнительно и это также со временем да и на золоте где у вас 11 200 остается в кармане каждый круг каждый новый круг на плотиновый 35000 каждый новый круг остается у вас кармане и на бриллиантовые 140 тысяч каждый новый круг остается у вас кармане поэтому понимаете друзья да это движение которое создает изобилие она требует своего времени потому что пока там плотиновая доска там до первый раз закроется чтобы сделать более высокий подарок да уже активировать следующую доску пока второй раз она закроется мы станем легенды это может пройти там пару месяцев то может пройти там полгода или сколько-то либо но вы смотрите какие суммы здесь а да и при этом у нас параллельность мы говорим уже о платине у нас и золото и серебро и бронза работает потому что так бы у нас не открылась платина да если по ней не работали параллельно и это тот процесс который может нам помочь реализовать наши планы реализовать наши мечты ну в первую очередь решить какие-то там текущие прям до срочные 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 задачи но давайте смотреть на долгосрок давайте дадим этому место реализовать себя и вспомнить может какие-то планы мечты какие-то большие цели которые мы имели в детстве view в молодом возрасте или каком-то таком после кого-то семинара где мы там были такие вау-вау-вау такие замотивированы и потом такая опять рутина пришла эти все так все сторону ой какие там мечты какие-то о чем мне бы тут блин лишь бы эти закрыть финансовые дыры в общем да не говоря о том что там какие-то мечты еще там реализовать давайте вернемся опять к этому давайте дадим этого пространство давайте откроемся этому давайте мы создадим причину новой следственной связи и не только ударяться в именно в материальные она нам нужна понятное дело но в отличной комбинации да именно с нашим духовным личностном развитии да именно используйте подарки вы всегда должны помнить своего дарителя да кто вам подарил отблагодарите его за это любой подарок всегда заслуживает ответной благодарности подарив подарок кому-либо максимум вы можете принять его в ответ радость того что кому-то вы подарили в дарении вы ориентированы на свои чувства эмоции и ощущения в процессе дарения только в этом случае подарок принесет благо и вами тому кто его подарил друзья но моя вторая часть пришла к завершению благодарю вас за то что вы присоединились к бунту или присоединились еще к бунту хотите узнать больше о нашем сообществе пожалуйста обращайтесь человеку за информацию кто вас пригласил сегодня кто вам выслать об этом видеоролик и присоединяйтесь к нашим официальным каналам и группам которые есть уже очень активно развивается я вас благодарю за ваше внимание за то что мы секундочку вот так перед перекину сюда то что мы друзья и нас так много мы есть одно это целое и третья часть как обещал мы услышим наших гостей гостей говорю ну да гостей сегодняшнем формате напрямую из турции надеюсь надеюсь я вас увижу где вы где вы где вы поднимите ручку пожалуйста андрей а вот вижу андрея давайте кухон сделаем есть александр 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 доброе утро всем птица говорун ты наша пилка кернер всем всем пламенный привет я вчера наверно не запомнил я сказал 10 45 нас ждет автомобиль мы выезжаем в город мы уже с таким нетерпением ждали ждали когда ты нам дашь слово там лидия керн подняла трубочку сделай пожалуйста ей микрофон и камеру потому что на мой телефон сейчас будут звонить турецкие наши братья и могут связь нашу прервать мы будем все телефоны сейчас вещать до все включили тебя лида включи включись я тогда выйду тебя включили доброе утро доброе утро доброе солнечное утро горячий привет из алании развернула камеру извиняюсь чтобы видно было всю красоту так сказать передаем вам огромный пламенный привет от всех хотим сказать что это замечательная поездка которую мы так все ждали состоялась и мы очень рады что нам нам посчастливилось получить обучение инсайта от наших лидеров которые мы теперь применим своих командах привезем расскажем покажем а вот хочу сказать что ребят для того чтобы двигаться в убунту надо быть там где все происходит поэтому следующий раз надеемся что нас будет намного больше и мы все с вами одна дружная семья и у нас одни с вами общие цели вибрации зашкаливает когда мы сюда летели сегодня улетаем они просто на высшем уровне который только может быть да всем привет я хочу передать что все смогли сказать свои впечатления поделиться пока друзья всем привет как ваши дела вы знаете вот лидия мы до этого когда разговаривали да она не сказала самого главного друзья не надо никуда ехать сидите там где сидите сидите дома сюда будут приезжать только к те действительно чего-то хочет своей жизни поменять и вы знаете всегда вот когда есть такой момент когда у нас всегда мы стоим перед выбором почему и потом задаем себе вопрос почему вот этот человек успешный а вот этот вот нет почему у этого так я хочу так же почему у меня также не получается так вот сейчас как раз вот это и есть ответ мы все чего-то боимся мы все всегда думаем а стоит ли ехать не стоит и вот когда мы через усилия через какие-то сложности трудности преодолев это и все-таки попадаем туда где бы нам может быть хотелось бы просочковать и остаться дома не поехать но когда попадаем сюда и понимаем на 100 на 200 процентов что я сделал правильно выбор я правильно что приехал и здесь сложилась такая ситуация к нам приехали такие спикеры мы даже сами не знали что они у нас будут но так вселенная так сложилась что этот спикер приехал оказался тоже в алании приехал к нам провел шикарнейшее мощнейшее обучение все кто на него попали получили столько инсайтов столько такой рост получили друзья никто этого не ожидал и не планировал поэтому вот когда вы в следующий раз будете задавать себе вопрос а стоит ли ехать или не стоит куда-то ехать а какие усилия к этому приложу да потом как когда вы выбираете ту точку где вы все-таки профилонили вопросы себе тогда задавайте да почему так вот вам и ответ почему у меня не получается почему у меня что-то что то не так как вот у них друзья я вам желаю набираться вот этого вот этой вот силы вот этой мудрости да вот этого преодоления вот этой точки роста и все-таки делать вот эти усилия через не хочу через не могу делать шаг вперед и вы всегда будете иметь совершенно другой результат да поэтому друзья благодарю вас всех целую обнимаю и следующий раз очень надеюсь что увидим вас всех вместе с нами сейчас передам трубочку нашему нашей татьяне благодаря которой нам помогала очень во всем танюш тебе пару слов привет друзья привет всем из солнечной алании рада всех приветствовать и субунту мечты сбываются откройте свои сердца много еще будет что сказанного и было уже сказанного я надеюсь что она в следующем на следующем нашем мероприятии нас будет очень очень много большое количество человек здесь и вы получите свои инсайты у вас провалятся свои жетоны что мы здесь получили сейчас на этом нашем событии так что привет вам всем большой до следующих встреч благодарю всем привет андрей добрый день и вся команда привет благодарю всех кто присутствует на сегодняшнем зуме вам огромный привет солнечной алании да действительно мечты сбываются на примере меня да я так хотела попасть на отдых и не думала с кем бы мне поехать и и действительно у бунта преподнесло мне такое счастье да что я здесь встретилась вообще с людьми с которыми была не знакома даже не знала их существовать не так скажем и здесь мы так подружились каждый из разных стран да германия казахстан россия и мы так здесь дружились как будто мы уже единая семья и действительно не засиживайтесь дома выдергивайте себя пользуйтесь случаями жизни путешествуйте потому что это самые невероятные впечатления которые нам могут дать возможность а у бунта нам дает это все так что ребят кто действительно не смог приехать в следующий раз даже не раздумывайте приезжайте потому что здесь мы получили такие колоссальные знания которых даже мы не думали два дня таких прям продуктивных обучения от евгения от виталия прям но это реально если это смотришь онлайн это одни эмоция когда ты это оффлайн видишь любую этих людей и не вот эти все энергетику но это вообще будоражит круто так что в следующий раз чтобы у нас было здесь уже венна количество больше чтобы мы уже друг друга больше видели знали и у нас была уж такая большая команда которая могла бы занять пол отеля что и чтобы мы здесь зажигали спасибо всем всем привет из солнечной анталии алани здесь очень-очень-очень здорово прекрасно просто мозг взрывает от обучения от солнца от пальм от моря местные жители что еще купаетесь а море действительно теплое и на зажигает не только вот все зажигает столько энергии столько эмоций в общем все на позитиве все такие вот и столько у нас обучение было мозг перевернулся мышление меняется и я желаю чтобы всем все было всегда хорошо всем привет андрей здравствуйте доброго времени суток очередной спикер перед вами меня зовут аминова фатима я из казахстана город алматы ну поделюсь своим впечатлением знаете на самом деле на сегодняшний день для меня у бунта это образ жизни и абсолютно нормально абсолютно естественный ничего сказочного нет это действительно понимаете вот я сегодня говорю люди встречаются или как сказки или для встряски в данном случае у бунта мы все встретить встретились как сказки почему потому что мы друг друга заряжаем мы друг друга вдохновляем мы друг друга подпины ваем в прямом смысле и знаете вот немножко переполняет эмоции и чувства почему потому что я от себя лично хочу сказать что я очень рада что я сейчас именно сейчас в определенном возрасте своем нахожусь среди единомышленников прям вот членораздельно сказала почему потому что это кайф мы каждыми вечерами сидим вы знаете мы разговариваем на любые темы и они все настолько наверное настолько сегодня актуальны любая тема не только у бунту ну я не буду говорить какая тема это будет интрига короче говоря ребята пакуйте чемоданы в следующий раз и и не смейте даже признаваться что у вас нет времени что у вас дети что у вас там в ноги что у вас нет возможности что у вас работа это все фигня короче берите делайте и действуйте всем пока пока добрый день всем меня зовут александр керт германия ребята что мне дала у бунту дала мне такой толчок я понял что все мечты сбывается самое главное хорошо поставить перед собой цель только хорошо преследуемая цель всегда приносила успех как говорят это сама людям продвинутые в любой сфере я не пожалел что я сюда приехал хотя честно говоря не очень в это верил но когда сюда приехал это была просто сказка вот андрюша меня в море скинул сказал так давай давай как все мы если ты там десантник нет меня просто эмоции переполняют я такой я не могу много сказать потому что я как бы я не волшебник только учусь вот первые шаги делаю в бунту ну я вот я очень счастливы что действительно я в этой команде мы приехали общаться это сама в онлайн или на его как говорят life и сам это две разные вещи ребята приезжайте мы так отдохнули супер во мне передать мы здесь все стали братьями и сестрами осталось только крестиками поменяться ребят давайте я вас люблю привет меня зовут олег шпаков я родом с казахстана живу в германии я буду краток не так как все люди говорят я хочу сказать просто я по таким впечатлениям сейчас нахожусь что потерял дар слова нам очень понравилось всем здесь жалко что вы к нам не присоединились я надеюсь что мы следующий раз соберемся более большой компании это это было просто здорово здесь собрались такие действительно позитивные люди с которыми просто легко не то что легко просто по кайфу общаться мы перезарядились или передали друг другу столько энергии что я думаю вот это наша встреча поездка была не напрасной мы много друг от друга что переняли спасибо вам большое до следующих встреч ну и теперь я привет а вот эти дорогие друзья что делает убунту что делает общее общение да что делает именно когда мы встречаемся на земле вы видите от этих людей хоть прикуривая неделю назад друг друга еще не знали лицо даже не подозревал существование нескольких людей этих людей а сегодня мы здесь встречаемся на самом деле знаете вот правда саша сказал только осталось поменяться крестиками я говорю что у меня даже вот с моими близкими близкими даже вот сестрами у меня нету вот такой близости которая произошла здесь за эту неделю вот совершенно так скажем тебе не знакомы чужими людьми но мы настолько пообщались мы настолько сблизились почему потому что у нас одна тема у нас одни цели у нас одни задачи да и вот именно вот эта неформальная обстановка которая делает такие колоссальные вещи, я опять убеждаюсь в этом. Я знаю, что все, кто сегодня был, все, кто приехал с нами в Турцию, дорогие друзья, я гарантирую, я знаю, я буду наблюдать специально за этими людьми, у них буквально через неделю, через две недели, через три недели будут просто колоссальные сдвиги. И тот промоушен, который мы объявили по поводу нашей доски, диаманской доски, которая будет первая закрыта, там еще она практически, так скажем, уже есть пару мест заняты, но она практически еще пустая, но я знаю, что тот промоушен, который мы объявили, это будут мальгийские острова, это будет одно из самых крутых мест в мире, дорогие друзья, когда мы поедем, где будет белый-белый песок, песок, где будет синий-синий какой-нибудь океан, где мы будем жить в домиках на каком-нибудь воде, где мы будем проводить такие вечера, где мы будем кушать самую лучшую рыбу в мире. И это будет скоро, дорогие друзья, не оттягивайте, пожалуйста, момент. Почему? Потому что это будет уже, я думаю, что в начале следующего года, это будет январь-февраль месяц, сегодня у нас ноябрь, мы тоже кайфуем, дорогие друзья, мы тоже, я сегодня с утра уже делал репортаж, видели, да, море такое просто ласкает, блин, знаете, оно соленое, ложишься на нее, вот просто кайфуешь, она тебя держит, знаешь, ласкает эти лучи солнца, пальма вокруг, ну такой кайф, знаете, вот мне кажется, сейчас, когда вот мы находимся в такой ситуации, такое ощущение, что весь мир живет сейчас здесь, да, даже не верится, что у кого-то снег, у кого-то холодно, у кого-то сейчас пасмурно, у кого-то идут дожди, вот правда не верится, знаете, на самом деле вот эти моменты в жизни, которые нам позволяет наше сообщество, наше движение сделать для себя и жить именно вот с таким качеством жизни, находиться именно вот в таких местах как можно чаще, да, понятно, что у каждого есть дом, но мы можем встречаться и 5, и 8, и 10 раз в году, мы можем раз в месяц позволять себе такие вещи, на неделю выехать, то место, где мы можем собраться, просто поугарать, просто поржать, просто посмеяться, просто, почему, потому что у нас, у нас, понимаете, сообщество, у нас цель одна, поэтому у нас, у нас есть разговор один, у нас, знаете, ну, есть о чем поговорить, знаете, вот и анекдоты такие травили, и вот на самом деле, поэтому я просто, знаете, не хочу давить на болевую точку никому, да, но, на самом деле, честно скажу, вы или с нами, или без нас, но лучше с нами, вот честно говоря, с нами кайфовы, честно, вот поэтому вот давайте сейчас полный газ, да, самолет взлетает на скорости 350 километров, если у вас только 349, еще один километр скорости добавьте себе, нажмите на эту педальку, присягните ремешок, да, и то, те возможности, которые мы сейчас уже опять у нас будут приходить, да, видите, турбина у нас заработала, просто на ура, да, сейчас будем решать вопросы по бронзовой доске, скоро, 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 придет еще один просто очумелый алгоритм, ребят, которого вообще ни у кого нету, поэтому, ну, чтобы вы стартанули, чтобы вы попали на Мальдивские острова с нами, у вас должна быть хотя бы, хотя бы уже такая подготовленная команда людей, которые готовы пойти вместе с вами в этот путь, поэтому не теряйте время, дорогие друзья, да, система, да, я за 25 лет в сетевом, на самом деле, еще не встречал, проще, эффективнее, ничего не было, Андрей рассказал, вот на самом деле, 80% то, что он рассказал, вот именно это направление, наша идеология, да, и 20% всего лишь навсего алгоритм или маркетинг, где нужно просто выполнять маленькие шажки, да, где вы просто делаете, знаете, нах-мах-гешет, как говорят, да, делай, как я, да, научился сделать два шага, покажи другому, научился сделать шага, покажи другому, и каждый человек будет наполнять эти маленькие алгоритмы, которые работают, поэтому, поэтому мы еще хотим сейчас всем, всем, всем с вами, так скажем, попрощаться, да, да, делаем фото там, или не знаю, давайте, что-что, пару слов еще. А, друзья, да, хотела добавить от себя пару слов, смотрите, вот те подарки, те сюрпризы, которые нам даются, да, у нас был промоушен по поводу того, что сделаешь 8 личников с нами на яхту, но так как нас приехало такое количество человек, да, и это все, кто сегодня сюда попал, все были с нами на яхте, все отдыхали, независимо от того, выполнил человек промоушен или нет, потому что то, что они сюда приехали, это уже для них был подвиг, и своего рода это было достижение, и поэтому все были этим вознаграждены. Что касается даймондовой доски, еще раз, да, подытожу, на даймондовую доску, первая самая даймондовая доска, первые 15 человек, которые туда попадают, они едут в это путешествие бесплатно, да, чтобы вы понимали, это подарок от всего сообщества, да, за проделанный труд, за проделанные вот эти достижения, что они дошли, и это первая даймондовая доска, это те лидеры, которые приложили максимум усилия для нашего сообщества, и вот эти вот лидеры, вот эти вот единомышленники, представляете, какая будет мощь, да, вот там, я не знаю, будут это Мальдивы, или это будет Таити, еще определяем, поэтому, друзья, и от нашей вот небольшой команды, которая здесь собралась, хотим вам всем помахать, еще раз передать привет. Мы вас любим, присоединяйтесь. Вы с нами, а мы с вами, дорогие друзья. Вау, вау, как здорово, благодарим вас, благодарим вас за такие эмоции, за такие, да, яркие слова. Вам отличного дня, ждем вас уже скоро в рабочем режиме в онлайн, наслаждайтесь, мы завершаем наш сегодняшний праздник на таких ярких эмоциях, пожеланиях. Дорогие друзья, хорошего вам еще сегодняшнего дня, да? Пока-пока. Вау, друзья, ну, круто, 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 так что нас ждет впереди еще очень много моментов, общих путешествий, где я буду присоединяться, в том числе, да, у меня, ну, опять же, да, какие-то скажут, как она сказала, что чего-то отмазывать, да, у меня там мои семейные дела были, которые в этот раз не позволили, но это все впереди еще, друзья, Мальдивы, другие, какие-то настолько красивых мест на этой планете, и я думаю, каждый из нас, ну, я так думаю просто, да, что нравится находиться в хороших местах, в хорошей компании, в уютном, в уютной компании единомышленников, где можно наполняться, радоваться, обниматься, гулять вместе, играть на гитарах, я не знаю, ну, вот у меня такие представления, да, где там что-то у костра сидишь еще где-нибудь так в хорошей компании, да, с хорошим стаканом вина, может быть, да, или какой-то другой форме, это все впереди, это все в наших руках, еще раз, это же не бизнес-процесс, в котором мы проживаем, а процесс именно человечности, в котором мы проживаем с вами вместе. Вау, какая сегодня опять у нас мощная встреча была, на мой взгляд, и мы ее завершим, завершим опять, ну, программой, да, как я вначале, помните, мы об этом говорили, то есть я есть, I am, и дальше продвигаем уже, да, какое-то определенное чувство, качество, да, которое мы хотим быть, мы можем это повторять снова и снова, давайте мы эту программу продолжим нашей песней, I am, I am, я есть, вернее, да, на русском, от группы Vector5, я включу по традиции уже чат, да, и вы можете оставить свою обратную связь, вот сейчас чат открыт, дорогие друзья, была отличная встреча, у нас, ну, полтора часа, как и запланировано было примерно, да, мы сейчас можем еще максимально уделить нашему дню наше внимание, семье, и я вас благодарю за ваше присутствие, за вашу энергию, за вашу любовь, да, и радость в том числе, включаем песенку. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Наша жизнь и сюрпризов полна, очень добрых и тех, что нас учат, если мысль сейчас неясна, то придет еще один случай, и как только каждый поймет, в наших мыслях живет наша радость, и всем сердцем своему воспоет мантру, что несет в себе благость. Я есть радость, я есть счастье, я есть свет, я есть любовь. Я есть радость, я есть счастье, я есть счастье, я есть свет, я есть любовь. Я есть радость, я есть счастье, я есть любовь. И, казалось бы, светишься весь И рисуешь жизнь яркой краской Но приходит новая весть Ну-ка прячь свое счастье под маской И, возможно, меняется мир И, возможно, это тот случай Когда сердце звучит в эфир И душа подпевает все громче Я есть радость, я есть счастье Я есть свет, я есть любовь Я есть радость, я есть счастье Я есть свет, я есть любовь Я есть любовь Я есть радость, я есть счастье Я есть счастье, я есть свет, я есть любовь Я есть радость, я есть счастье Я есть свет, я есть любовь Я есть Это очередная субботняя встреча Наш субботний праздник, дорогие друзья Это происходит у нас уже на протяжении Скоро одного целого года Включая Аймубунту Третий месяц уже Но сообщество наше создавалось уже в течение этого года И продолжаем мы его развивать Расти, радоваться вместе Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались И этот сказочный формат Сказочный в хорошем смысле Который открывает нам небывалые возможности Которые каждый имеет на сегодняшний день Этот инструмент, это сообщество Это благо Присоединяйтесь, укрепляйтесь Отправляю любовь в каждое сердце До скорых встреч Хороших вам выходных Пока-пока